Всем хай! С вами Брикфил Алекс ТВ. И сегодня я расскажу вам, покажу, какие вещи, что нужно собрать для зомби-апокалипсиса, чтобы в нём выжить. В данном случае лего-зомби-апокалипсиса. И что же, начнём. В первую очередь нам понадобится оружие и какие-нибудь приспособления для выживания. Ну, начнём с ближнебойного оружия, то есть с оружия ближнего боя. И первое у нас тут кусачки такие. Они нужны для того, чтобы проволоку прокусывать, ещё какие-то вещи. Но мы, короче, их возьмём с собой, потому что вещь нужная, наверное, не знаю. Так, следующее у нас мачете. Мачете такое вот. Ну, я его, короче, вместо катаны я сделал, ну, сделал такую вот мачете, обрезал катану, потому что катана тяжелее. Мачете удобно им удобно какие-то, ну, не такие настолько прочные, как железо, металл пробивать. Но, по крайней мере, зомби им можно очень хорошо убивать. Также следующее у нас банан. Бананом ничего не убьёшь, но банан можно съесть. Так что давайте его берём с собой. Я буду откладывать вот сюда всё, что нам понадобится. И потом из того, что нам понадобится, я примерно выберу, какое именно. Следующее у нас, вот, алебарда. Вот, можно как топор. Вот, допустим, обрубить. Вот так будет топор. И, что же, алебарда, ну, довольно-таки большая, но эффективная. Даже не знаю. Ну, нет, поскольку она большая и довольно-таки хорошо весит, то... И довольно-таки, ну, по размерам-то она больше человечка. Человечку будет трудновато её носить. Так что, ну, вот отложим сюда, оставим её здесь, потому что она нам не понадобится. Также у нас тут есть бензопила. Ну, у меня такая вот бензопила. И что же, бензопила очень эффективное оружие, но, тем не менее, для неё нужно топливо, чтобы заправлять её. И поэтому топливо не везде можно найти. Убираем её, оставляем здесь. Она нам не пригодится. Следующее, это вот такое оружие. И оно довольно-таки часто встречается на пути, там валяются какие-то... Ну, вот это балка или дубинка, не знаю, как сказать, железка, короче. И что ж, её легко взять. Она не такая уж тяжёлая. Конечно, она не так уж эффективная против зомби, она не острая. Но, тем не менее, более-менее можно использовать. Давайте положим тогда в нужность. Следующая у нас... Такая вот сабля. И она довольно-таки эффективная, и лёгкая, и маленькая. Так что берём её. Следующая у нас... Дрель. Дрель. Не знаю, если есть машина или мотоцикл, можно чинить. А так, по сути... Нет, ну можно как-нибудь в ближнем бою кое-как засверлить и башку зомби. Но это каким спецом надо быть? Ну, берём. Следующая у нас монтажка или что это? Ну, вроде как, да. И, что же, ей можно какие-то замки разбивать. Не знаю, там... Мой... Довольно-таки мощная... Ну, не очень мощная, но всё равно. Что же. Давайте-ка мы её возьмём, потом выберем, надо или нет. Точно. Следующая у нас такая вот... Ммм... Как сказать? Ну, какое-то оружие. Трудно сказать. Это изготовление какое-то. Ну, короче, там человек какой-нибудь сам изготовил. Или ваш человечек изготовил. Вы... И... Довольно-таки вот... Как-то вот так. Подождите-ка. Сейчас на Стивик укажу. Стив. Бедный Стив. Ну, Стив постоянно зомби встречают. Других мобов. Вот смотрите. Вот как-нибудь вот так его носить. Да, легко. Вот так. И я не знаю, как им бьют. Как им бить. Вот так вот как-то разрубать. Но она эффективна, как мачете. Так что... Давайте-ка мы его возьмём на время. Также следующая у нас катана. И тоже довольно-таки прикольная фигня. Катана. Очень хорошо разрубать, естественно, если вы умеете это делать. Но давайте-ка её возьмём. И потом выберем. И последняя у нас эта косточка. Она легко попадается. И довольно-таки прочная. Так что давайте её выберем. Что же, это у нас откладывается. И давайте-ка разберём, что у нас здесь, что взять. Что полегче, что поудобнее брать. Так. Вот у нас... Сначала начнём с катаны. Катана тяжеловата. Её находить трудно. Найти где. Особенно-то в нашей стране. Так что давайте её уберём. Следующая у нас непонятная изделия. Можно самому сделать. Но она легко гнётся. Так что зомби она прослужит не так уж и долго. Следующая у нас кость. Но она довольно-таки тяжёленькая. Поэтому убираем. Следующая монтажка. И что же. Она нам понадобится. Оставляем дрель. Ну, не знаю, нафиг она нам нужна. Ладно, убираем. Сабля. Трудно достать. Хоть она и довольно-таки эффективная. И убираем. И вот всё, что у нас осталось. Это кусачки, банан, мачете. Вот. Балка, дубинка. И монтажка. Что же. Приступим к огнестрелам. И немаловажная часть. Это одежда. Да, чтобы зомби вас не прокусили. Это как оборона. Все вот эти три человечка. Они готовы к апокалипсису. И они хорошо приспособлены к нему. Какой же из них лучше? У первого. Вообще он Алекс. В мультфильме. Снимается по зомби-миру. Посмотрите. Смотрите, кстати, сериал зомби-мир. Прикольно. Ну, многим нравится. Что же. Тут у него такой вот комбинезон строителя. Перчатки. Также у него такие темные штаны, которые не привлекают к зомби. Короче, зомби на него не идут. И у него такая яркая кепка, яркая одежда. И это, так сказать, не очень-то уж эффективный способ. Хотя, смотрите, если машина едет там, например, его ночью могут заметить за счет вот этой фигнюшки. Хотя ночью его также могут и зомби за счет нее же заметить. Ну, что же. Этот человечек, хоть и довольно-таки хорошо. У него хорошая оборонительная такая курточка. Штаны вполне сгодятся. Кепка, все. Главной убор. Рюкзак большой. Но, тем не менее, он не подходит для идеального человечка. Зомби-покаписи. Следующий у нас вот такой вот чувак. У него такой вот рюкзачок походный. Следующий он... Ну, рюкзак-то у него маленький. Конечно, это не очень хорошо, потому что вмещает... Не все у него будет вмещаться в рюкзак. И поэтому это не есть идеально. Но, тем не менее, у него... Нет, волосы-то понятно. Я, кстати, вот эти волосы тоже приобрел недавно. Прикольные. У него... У всех, кстати, должны быть перчатки. У всех этих человечков. У него также есть такой вот шлемик. Сейчас. Вот. Я его надел. И теперь он супер оборонен. Ему осталось только дать оружие в руки. И я, кстати, еще не сказала, что это тоже из сериала Мирже. Мирже, моего Данил. Да, его имя. Чтобы вы знали. И его одежда очень хорошо подходит к апокалипсису вообще. Ну, почему-то он расстегнул. Хотя у него тут и кофта. Офигеть. То есть, он вообще идеально приспособлен к апокалипсису. И его трудно одежду прокусить. Одежда не такая уж и примечательная. Даже свитер. Он такой вот. Или кофта. Она такая темно-алая. Вот. Шлем тоже обязательно. Падение на голову каких-то предметов, когда ходишь в заброшенном доме. Или просто укусов в голову. Вот. Короче, зомби, трудно к тебе пробраться. И также у него перчатки на руках. Следующий у нас такой вот челик. Не знаю, будет он у меня в зомби-мире или нет. Пока что не знаю. И вот у него такая вот форма. Ой, зомби-мир. Извините. Мир-зе. Мир-зе. Я просто вспомнил свой старый сериал. Зомби-мир. Я его забросил. Я многие сериалы забросила. Ладно. Так. У него такая вот песочного цвета кепка. Песочного цвета штаны. И такого темно-зелененького. У него корточка. И у него подтяжки. И зачем-то... Зачем если у него подтяжки, ему еще нужен ремень. Хотя к нему прикрепляется. Подтяжки прикрепляются к ремню. И наоборот. Наверное. Сзади у него такой вот мешочки для патрон удобные. И кирка какая-то. Вот. Вулканический. Да. Из вулканолога. Из набора вулканологи. Куртка вполне сойдет. Для апокалипсиса. Штаны. Ну. Песочный цвет не особо примечательный. Кепка тоже. Но жаль у него не какая-нибудь... У него, надеюсь, облегающая такая кожаная кепка. Более-менее. Чтобы на голову плохо пробивалась. Пробивалась эта кепка через нее. Какие-то удары. И что же. Вот эти два человечка. Идеально приспособлены к апокалипсису. Но идеальнее всего это вот Данил. Да. Данил, ты идеально приспособлен к апокалипсису. Спасибо, Брикарикс ТВ. Да. Что-то у тебя с голосом, не знаю. Ну. Ладно. Так. Что же. У него. В руке рюкзак так дадим. И... Ладно. Фиксируем. Короче, приступим к еде. Вот она у нас. Наша самая любимая, всеми любимая еда. И что же тут есть? Тут есть кола. Вообще фигня хорошая. И пить после нее не хочется. Газировка. Но животик распирает еще как. Так что. Не знаю. Далее у нас черная такая банка консерва. Также у нас тут голень. Ляжка. Наверное, курицы. Или индейки. Индейка лучше, потому что она больше. Что же. У нас тут какая-то фигня непонятная. Я не знаю, зачем я ее вообще показываю. Может, это какая-то коробка с едой. А, да. Это же термос. Да. Как я мог забыть. Вообще лошадь. Последний. Или... Стоп. А, это плоский термос. Такой. Ну, вы знаете. Короче, маленький такой. Плоский. Вот. Есть такие виды термосов. И вот у нас тут термос уже с горячей водой, с горячим напитком. Вот такой вот. Далее у нас тут кофе. Ну, кофе нафиг оно нужно. Оно, конечно, бодрящее и хорошо. Но в такой-то упаковке. Хотя, не знаю. Давайте возьмем у нас далее водичка. Бутылочка с водичкой и кролочка. Что из этого нам понадобится? Кола, она не энергетик, так что нафиг она нам нужна. Вот. Она сладкая и от нее вполне ешь больше. Вот. Ну, если вы, конечно, очень хотите есть, а с другой-то стороны, да, можно ее и взять. Хотя, нет. Она распирает желудок и ей еще больше хочется есть. Нет. Ну, я по себе просто сушу. Что же. Откладываем холл и у нас в ненужное. Оставляем. Нет. Не оставляем. Извините. Что-то я никак не сосредоточусь. Ляшку. Галяшку мы ее убираем, потому что это быстро портящийся продукт. Далее у нас такая вот банка консервов. Мы ее оставляем. Эта фигня очень полезна в апокалипсисе. Также вот такой термос, он тоже полезен для долго портящихся продуктов. Хотя, смотрите, галяшку можно сюда засунуть и все будет. Окей. Но она не так-то уж и долго продержится. Хотя, ну ладно. Далее у нас кофе. Кофе бодрящий. Так что оставляем его как энергетик. Тут у нас термос с водой, горячей. Ну, как сказать. В термосе вода не будет сгрязнена, загажена. В нее бактерии очень долго попадают. Особенно при вирусном зомби-апокалипсисе. В смысле апокалипсисе зомби, передающемся по короче, через ротари и нос. По, как-то он называется, дыхательной системе. Да, ну как-то так. Вот. Короче, следующую у нас тут водичка, вода обязательно. Ну, в такой банке, ой, бутылке. Ладно, берем с собой. И также кружечка. Кружечка тоже можно взять. Не знаю, там горячее какое-нибудь переливать, остужать. Ну, воду горячее, кофе, там, не знаю. Ну, короче, понадобится нам эта кружка. Мы можем там, например, если надо рану обмыть, чтобы воду не загрязнять, можно как-то вот в кружку. Да, налить. И из кружки, нет, это дико. Ну, ладно. Что же, переходим уже к видам транспорта и кого нам с собой взять. Что же нам нужно с собой взять? Или, ну, в смысле, какой-то транспорт, чтобы передвигаться быстрее от зомби. Либо же взять друга. Друга. Вообще собаку хорошо, но она может заразиться. Так что риск, смотрите. Вы рискуете, если она заразится и будет находиться рядом с вами, например, ночью она вас сожрет. Вот, все взаимосвязано, ну, также она может вас выручить в какой-то ситуации, помочь. Или вам просто будет не скучно, если там в зомби-апокалипсисе вы никого не найдете. Все умрут, станут зомби. Собаченция будет вам отличным другом. Выбирайте, это ваш выбор. И немой я бы по-своему, ну, не взял бы я собаку. Вот, я, если честно, катанан. Ну, вообще, люблю и собак, но поскольку она может заразиться, нет. Далее у нас тут лошадь. Лошадь. Зомби не кусают вообще. В каких фильмах я не глядел про зомби, где на лошадях ехали. Лошадь очень удобная. Ее не надо никаким бензином. Она просто покушает травки. Травка не заражается от зомби-вируса, насколько я знаю. Поэтому лошадка... И лошадка не принесет никакого вам вреда. Она не сможет вас так укусить, чтобы у вас рана пошла, там еще кровь. И ей еще надо укусить, будет прокусить. Ну, вот. Короче, лошадь идеальное приспособление. Лошади онби не кусают. И поэтому она вроде как не заражается. Да. Что же. Значит, берем с собой лошадь. И также можно на СДО, да, ребят, можно на СДО погрузить еще какие-нибудь вещи. Очень бум. Ну, следующее у нас тут байк, мотоцикл. Быстрая фигня. Очень хорошая, но кончается быстро бензин. Если чем быстрее едешь, тем быстрее кончается. И вам приходится заезжать на каждую заправку. Если, конечно же, вы знаете сеть заправок, где вы ездите. А их может вообще-то не быть, да, ребят? Потому что их же вроде как подрывают, чтобы никто их не находил. Ну, и так далее. Вот. Короче, за счет наших трупиков ходячих они подрываются. И поэтому не всегда получается заправиться. Что же. Еще последнее, что нам надо взять, это сменную одежду, да. Если вы обмочились или что. Нет, в смысле, я не про это, не от страха, а это тоже возможно. Ну, ладно. И, кстати, насчет этого случая тоже можно взять одежду. Например, там, сэспасами. Ну, ладно. Не буду углубляться. И далее у нас такой вот костюмчик кожаный. Он идеальный. Просто идеальный от зомби-апокалипсиса. Еще бы сапоги резиновые. И вообще классно. И пошел. Вот. Короче, берем запасной костюм. И валим. Зомби убивать. И вот наш идеальный человечек для апокалипсиса. В темной черной одежде. На белой лошади. С винтовкой, шлемом, рюкзаком. Также мачетом. Мачете. И кучей всяких вещей в рюкзаке. Вот. Я сделаю идеального. Челабрик. Что же. Всем спасибо, ребят, за просмотр. Ставьте лайки. Подписывайтесь на канал. Нажимайте на колокольчик, если вы подписались. И надеюсь, если начнется апокалипсис в вашем мире лего. То вы сможете оборонить своего главного героя. Я тебя съем. Все. Он идеальный. Этот человек был проверен. И он идеальный. Всем пока.